Сразу после объявления пожарной тревоги учащиеся и преподаватели покидают классы. На первый взгляд задача у сотрудников заведения несложная. Реагировать, скоординировать свои действия, вовремя, без паники покинуть здание. Дело в том, что у нас количество детей растет. Если честно, то раньше, если в классах было по 25-30 человек, то здесь до 40, поэтому в кратчайшие сроки. Всего в учениях по эвакуации в Видновском художественно-техническом лицее приняли участие более тысячи ребят и порядка 60 человек преподавателей и технического персонала. 9-й Д по списку 30 присутствует 27. 5-й Д по списку 34 присутствует 33. Считанные минуты потребовались на эвакуацию. Результат неплохой, но всегда есть к чему стремиться. Переговорив с сотрудниками МЧС по аналогии с другими школами, где проводилось, есть определенные моменты, которые можно доработать. Например, таблички у каждого классного руководителя, подписанные с классом. Во-вторых, конечно, дети не до конца понимают, что такое пожар и что такое тренировка. И это вопрос с классным руководителем для усиления этой работы с точки зрения дисциплины. В ходе подобных мероприятий сотрудники МЧС также рассказывают школьникам о работе огнеборцев и напоминают ребятам о противопожарных правилах. Мы работаем на перспективу для того, чтобы на территории Российской Федерации было как можно меньше пожаров, погибших и травмированных при пожаре людей. Из года в год мы наблюдаем количество снижения пожаров на территории как Ленинского городского округа, так и Московской области. В том числе количество погибших людей на пожаре, количество пострадавших людей на пожаре у нас уменьшается. Учения по эвакуации проходят в школах Ленинского городского округа раз в квартал. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Доблятова. Видное ТВ.